здравствуйте друзья у нас сегодня вечер среда еще светло и вот я смотрю что у нас этот самый басрум тут у меня лампочка на камере то зажжется то погаснет значит этот басрум он вроде бы как до конца уже дошел до потолка значит светлана утверждает что еще не все закончено объяснил нет конечно тут должна быть плитка металлический уголочек то есть вот им осталось как бы внешнюю часть этого всего хорошо светлана про банку нашу рассказывает необычная а необычная она тем что это не просто сауна а это инфраред поэтому она сама не будет нагреваться она сделана таким образом в панели отражается нагревательные элементы они излучают такие волны что они нагревают самого человека понятна сегодня уже да и сегодня уже 10 лет мне что это излучение очень полезно потому что 7 лет назад когда мы строили предыдущий дом мы видели уже и у меня было ощущение то есть ассоциация была например курица которая греется макровая макровая остается холодной а греется сама курица и мы не стали это делать но получилась такая история что обычная баня она нагревается помещение и это требует очень много электроэнергии и в общем получается что это не с точки зрения денег а с точки зрения все-таки безопасности и здоровья это те частоты пишется фар инфракрасное значение это те частоты с которыми у нас функционирует весь организм насколько я понимаю это чистота с которой колеблются клетки в теле человека и скорость чистота которая не там движется куда-то вот и получается такая история что если человек начинает себя нагревать именно вот этим спектром это все равно что можно сравнить с тем что как будто у него повышается температура тела там от болезни или чего температура тела повышается во время болезни не просто так это не негативный эффект а это позитивный эффект потому что при этой высокой температуре погибают вредные бактерии там это организм будет среди до прочитала и ты так спекулируешь нет я конечно же а то какой-нибудь врач там послушать и сказать ну вообще тетка да нет но дело в том что повышение температуры это способ организм бороться с инфекцией очиститься очиститься поэтому эта штука если болит что-то где-то . здесь посидеть это очень классная штука отлично будем надеяться что она сработает так как мы хотим потому что мы с тобой снимемся как-нибудь баньки когда будет работа мы видели с утра сегодня что над наличниками работали для дверей вот вот появились наличники мы видим так давайте я выйду в более светлое помещение да вот наличники появились свет ты можешь сказать что у нас дальше по процессу потому что у нас все очень так мелко но наличники ну хорошо наличники что это то что это все закончит и будут собирать кабинет то есть ты имеешь ввиду что они будут собирать вот у нас кабинеты будут стоять вот там у дальней стены да и у меня за спиной вот у этой стены тоже будет как много шкафчиков хорошо мы собираем кабинеты в частности и в ванной комнате потому что отсутствие кабинета в ванной комнате мы не можем установить уже мойки там раковины и так далее без этого установят кабинеты после этого сделают полы это быстро все быстро когда есть люди когда сидит один человек так и все медленно а вот и сделают полы кабинеты ну и дальше уже все финиш уже совсем а вот эту штуку надо еще делать да у нас тут будет слайдинг-дор то есть такая передвижная дверка очень красивая покажем а еще я сегодня была в хомдифа я купила замки причем у нас есть такой сервис я не знаю это есть такой просили нет если америке еще популярно иметь один ключ от всех замков то есть замков у тебя много потом а ключ его одинаковый и в тот момент когда покупаешь эти замки там должен быть человек на месте который их всех как-то приведет к одинаковому ключу человек должен был на месте быть меня удивило что его нет на работе и они говорят такое случается его даже за это не увольняют так что в америке такие вещи случаются вот его не было следующая смена придет следующая смена чего делать придет только в 730 поэтому я пошла в customer service и говорю это где работы с покупателями и говорю что вот у меня такая проблема я хочу чтобы оставил я сейчас оплачу эти замки да вот а вы уже сами с ним свяжитесь пришел на работу настроил все я приеду завтра заберу все вот они оставили эти замки там и у нас будут одинаковые есть какое-то представление о том когда будет закончено вот грубо говоря когда на василия можно сказать что это образ не ко мне мы должны были закончить в конце апреля но очень еще много всего тут же еще вот дек и в общем много еще всего и они как-то умели так это делать один человек вот так вот ни шатка ни валка набежала бы группа но и инспекции нам больше не нужно проходить только финально когда уже поставят все выключатели у нас там еще проблемы со стоками с крыши куда пойдет вода в общем здесь еще а потом уже мы займемся ландшафтными делами ну это уже будет ближе к лету да у нас такого пожара нет нам уже только что приехало какое-то оборудование и всю эту воду всю эту землю куда-то растащила то а дальше уже мы разгребло разгребло да ну что же мы уже определимся спасибо